Уважаемые учащиеся, сегодня мы с вами поговорим о демографических процессах и их географии. География населения является основным направлением социально-экономической географии. С одной стороны, население конкретной территории оказывает влияние на социально-экономическое развитие. С другой, природные условия, ресурсы, социально-экономический уровень развития, политическая ситуация. Могут определять характер демографических процессов и другие признаки населения. География населения имеет наиболее тесные связи с демографией. Из нее она заимствует показатели и изучает региональные различия процессов. Демографические процессы изучать необходимо, поскольку это одна из основных задач при характеристике населения страны. К демографическим процессам относят рождаемость, смертность, естественное движение населения, динамику численности, воспроизводство населения. Демографическая ситуация – это состояние демографических процессов и половозрастной структуры населения в динамике, протекающих на конкретной территории – страна, регион, поселение – в определенное время. Демографическую ситуацию в любом регионе определяют два основных процесса – рождаемость и смертность населения. Рождаемость влияет на рост населения и изменяет его возрастную структуру. В свою очередь на рождаемость оказывают влияние многие факторы. Основополагающим является здоровье женщины и мужчины. А также уровень социально-экономического развития, демографический, политический, социально-культурный, экологический фактор, тип расселения и другое. Для изучения рождаемости, сравнения и установления различий между странами используют общий коэффициент рождаемости. Это отношение абсолютного числа рождений за год к среднегодовой численности населения в расчете на тысячу человек. Измеряется в промилле. Общий коэффициент рождаемости населения в мире, по данным за 2019 год, составил 19 промилле. Интересные факты о скорости рождений населения в мире. По данным Бюро переписей Соединенных Штатов Америки, ежегодно в мире абсолютное число рождений составляет В год 133 490 516 человек, в месяц 10 995 043 человека, в день 361 481 человек, в час 15 062 человека, в минуту рождается 251 человек, в секунду 4,2 человека. География рождаемости населения в мире разнообразна и характеризуется различиями между регионами и группами стран по уровню социально-экономического развития. В развитых странах рождаемость ниже мирового уровня и составляет 11 промилле. Это объясняется прежде всего более высоким уровнем социально-экономического развития, положением женщины в обществе, более высоким уровнем ее образования, доходов и другим. В развивающихся странах рождаемость населения превышает мировое значение. В этой группе стран на каждую тысячу жителей рождается 21 человек. Высокая рождаемость характерна для развивающихся стран, низкая для развитых. В 2019 году максимум рождаемости населения мира пришелся на Нигер – 47 промилле, а минимум на Республику Корея и Монако – 6 промилле. А теперь нажмите на паузу и найдите перечисленные страны на карте мира, а также крупнейшие страны мира по численности населения – Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, Индонезия, Бразилия. А теперь рассмотрим смертность населения. Она является вторым важнейшим демографическим процессом, который зависит от большого числа факторов. К ним относятся природно-климатический, генетический, демографический, социально-экономический, уровень благосостояния, род занятий и прочее, культурный, политический, экологический и другие факторы. Для изучения смертности населения основным показателем выступает общий коэффициент смертности. Он рассчитывается так. Это отношение абсолютного числа умерших за год к среднегодовой численности населения в расчете на тысячу человек. Измеряется в промилле. География смертности населения в мире по сравнению с рождаемостью не имеет значительных региональных различий. Это объясняется тем, что успехи здравоохранения стали носить глобальный характер, в результате чего появилась возможность их распространения на все страны. В 2019 году максимальные значения смертности населения были характерны для Болгарии, Латвии, Сербии, Лесота – 15 промилле. Наименьшая смертность была зафиксирована в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах – 1 промилле. А теперь нажмите на паузу и найдите на карте Болгарию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Общий коэффициент смертности населения мира, по данным за 2019 год, составил 7 промилле. При этом в развитых странах смертность выше – 10 промилле, чем в развивающихся – 7 промилле. Это объясняется увеличением численности населения в старшем возрасте, демографическим старением. А сейчас рассмотрим рождаемость и смертность. Они являются основополагающими процессами естественного движения населения. Под естественным движением населения понимают совокупность рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путем. Естественное движение населения изучается с помощью основного показателя – естественного прироста или убыли. Естественный прирост – это абсолютная величина разности между количеством родившихся и умерших за определенный промежуток времени и рассчитывается в промилле. Естественное движение населения в мире характеризуется приростом, который в 2019 году составил 12 промилле. В то же время его динамика за 1950-2015 годы характеризуется сокращением. Между развитыми и развивающимися странами существуют большие различия – от 1 до 14 промилле соответственно. Африка является регионом, где наблюдается самый высокий естественный прирост – 26 промилле. В Азии из-за больших различий между странами в уровне экономического развития естественный прирост составляет 10 промилле. Между странами Северной и Южной Америки различия велики – от 2 до 11 промилле соответственно. Европа представляет регион, где рождаемость и смертность населения в настоящий момент имеют примерно одинаковое значение. Однако смертность ненамного превышает рождаемость. Здесь наблюдается естественная убыль – 1 промилле. Максимальные значения естественного прироста населения в мире характерны для Нигера – 38 промилле. Естественная убыль населения в разрезе стран наблюдается в Европе. Это в основном бывшие социалистические страны. Максимальная естественная убыль характерна для Болгарии – 7 промилле. В Республике Беларусь с 1993 года происходила естественная убыль населения. С 2005 года она сокращается и в настоящее время составляет 2,8 промилле. И в то же время для городских жителей свойственен естественный прирост, а для сельских – убыль. Демографические процессы являются основой воспроизводства населения и влияют на его характер. Под воспроизводством населения понимается беспрерывное возобновление и смена людских поколений, которые обеспечиваются процессами рождаемости, смертности и естественного прироста. В современном мире получили распространение три типа воспроизводства населения – расширенный, простой и суженный. Они характеризуются следующими признаками. Расширенный тип. Поколение детей численно больше поколения родителей. Рождаемость значительно превышает смертность. Происходит естественный прирост населения. Доля лиц от рождения до 14 лет больше доли лиц 65 лет и старше. Численность населения ежегодно увеличивается. Простой тип. Поколение детей численно равно поколению родителей. Происходит простая замена поколений. Рождаемость снижается до такого уровня, что ненамного превышает смертность. Доля лиц от рождения до 14 лет практически равна доле лиц старше 65 лет и ненамного ее превышает. Численность населения ежегодно увеличивается минимально или не изменяется. Суженный тип. Поколение детей численно меньше поколения родителей. Смертность превышает рождаемость. Происходит естественная убыль населения. В возрастной структуре доля лиц старше 65 лет превышает долю лиц от рождения до 14 лет. Происходит старение. Численность населения ежегодно сокращается. Расширенный тип воспроизводства характерен для государств Африки, Южной Америки и Азии. Простой тип представлен во Франции, Швеции, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Китае. Суженный тип сформировался в Японии и большинстве стран Европы – Германии, Бельгии, Италии. Нажмите на паузу и найдите эти страны на карте мира. Подведем итоги. География населения является одним из основных направлений социально-экономической географии. К демографическим процессам относят рождаемость, смертность, естественное движение населения, динамику численности и воспроизводство населения. В современном мире рождаемость выступает основным фактором, влияющим на рост населения. Европа является регионом мира с самой низкой рождаемостью. Африка – самой высокой. Между регионами мира значительных различий смертности населения нет. Естественное движение населения в мире характеризуется приростом. В современном мире распространены три типа воспроизводства населения – расширенный, простой и суженный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова